Друзья, всем огромный привет! Сегодня у меня такое более не совсем официальное видео, ну оно такое более расслабленное, больше похоже на влог. Так вот, сегодня в этом видео я хочу вам рассказать, как Назарбаев университет дает какие возможности и какие привилегии у вас есть, если вы студент Назарбаев университета. Так вот, в настоящий момент я являюсь студенткой Назарбаев университета программы НУЗИ, предмагистрская подготовка. Назарбаев университет предоставляет следующую возможность, вы можете, как студент Назарбаев университета, зарегистрироваться на программе, которая называется Менторшип. Там студенты университета, которые достигли каких-то возможностей, достигли каких-то высот, допустим, к которым вы еще пока только стремитесь, они делятся своим путем, делятся своей дорогой, как они пришли и достигли то, что они достигли. Естественно, вы выбираете себе ментора. Студенты, которые готовы участвовать менторами, они тоже регистрируются на программе. Вы смотрите и ищете те характеристики, те достижения, к которым вы идете. То есть, например, в моем случае я ищу информацию по поводу поступления в Штаты, на магистратуру, на PHD, чтобы туда поступить, чтобы получить студенческую визу на всю семью и поехать туда пожить, как студент, поучиться и посмотреть мир. Так вот, я нашла одного ментора. То есть, я нашла несколько, но один более активно ведет переписку, и он более активно помогает. Так вот, вот этот парень, он после бакалавриата поступил на PHD в Штаты. Назначил конференцию, и все студенты, ментисты, то есть те люди, которые хотят получить от него менторство, получили сообщение о том, что мы встречаемся в конференции в такое-то время, в такой-то час. Мы с ним встречались, по видеоконференции разговаривали, задавали вопросы. То есть все, что интересует, что сложно, что легко. То есть он рассказывал обо всем. Что мне больше очень понравилось, и что мне показалось, он классно объяснил, это то, что, кстати, для меня было это очень новое. Он сказал, что не нужно очень сильно стараться поступать в топ-школу, или там в университет, или Гипплюща. Почему? Потому что там идет очень сильное давление на студентов, даже не на студентов, а вообще конкуренция настолько сильная. И вот эти все недели, которые ассессменты, которые контрольные, они очень напряженные. И очень сложно будет совмещать, особенно в моем случае, если у меня, например, семья, и я хочу уделять время своим детям и так далее, то мне будет достаточно сложновато совмещать семью, учебу, работу, все вместе. Вот. Ну и поэтому меня как-то немножечко отпустило, наверное, потому что я очень сильно засматривалась на такие школы, как Стэнфорд, Гарвард и так далее. Ну потому что амбиции, да, конечно, очень такие. Нам всем кажется, что кроме там чуть ли не этих университетов, других университетов не бывает. Но на самом деле их оказывается очень большое множество, и поступить в них тоже вполне возможно, и учиться в них не так сложно. Ну и если у вас, конечно, не стоит задача быть супер, самым крутым студентом, и, я не знаю, там, Нобелевским лауреатом и так далее, если у вас просто, как у меня, стоит задача поступить в университет, получить студенческую визу и иметь возможность поехать со своей семьей, пожить, получать стипендию, жить, работать, смотреть вообще культуру изучать и все остальное, если вам это интересно, а не именно научная среда, именно статус университета и статус вас уже как будущего там студента этого университета, то не нужно сильно заглядываться на топ школы, вот, поэтому для себя я отметила, что есть некоторые школы, которые в Лиге Плюща, которые мне нравятся, я их тоже для себя составил список, кстати, он нам предоставил табличку, которую он составил для того, чтобы собирать документы. Эта табличка состоит из нескольких колонок, строк, в этих строках у него в первой колонке расписаны университеты по приоритетности, где он больше всего хотел бы учиться, ну и так далее, с лучшего университета для него и для его школы, к среднему, допустим, да. Также в этой табличке он расписывал requirements, это требования, в этой же табличке он также расписал стоимость, это подача заявки, стоимость обучения, стоимость сдачи GRE, там SAT-тестов, тех тестов, которые нужно задавать, кроме TOEFL и IELTS, стоимость TOEFL и IELTS и так далее. И получается, что вот эту табличку он тоже нам скинул, то есть мы можем удалить все его данные, потому что у него вообще другая школа, у него школа инженерии, то есть это вообще не мое направление, но смысл и принцип в принципе один и тот же. И в эту табличку я теперь также свои университеты заношу, вношу или, как правильно сказать, вписываю в свои университеты все requirements, которые нужно сделать к этим университетам, ну в общем вот так. Еще какой фидбэк я могу сказать. Еще мне очень понравилось, что следующая встреча была назначена и он написал, что нужно подготовить к следующей встрече. Я думаю, у нас будет только одна встреча, но он назначил следующую встречу и написал, подготовьте свои CV и резюме для следующей встречи, скиньте мне их заранее, я дам фидбэк, скажу, что исправить и как бы можно будет обсудить в общем. Я написала, что у меня нет CV и резюме, я кстати составляла очень давно и я уже потеряла это все. Он сказал, тогда это хорошая возможность до пятницы, до нашей встречи составить для себя CV и резюме, потому что тебе в любом случае это нужно будет делать, потому что ты собираешься поступать, а к заявке нужно прикреплять. Ну и естественно мне пришлось сидеть и делать это CV, я кстати записала видео на канал, возможно уже даже сегодня выложу. Вот, вот это классно, это прям как менторская такая часть действительно. Если он дальше будет нас вести, если он еще и будет нас каким-то образом готовить, прям помогать, составлять заявку, вы там читаете наши мотивации, я не знаю, я буду просто наверное счастлива, потому что на самом деле такое менторство стоит немаленьких денег, потому что очень многие, те кто действительно поступил, кто живет в Штатах и ведут менторство, они, у них одна только консультация может стоить, там не знаю, в порядках какой-то суммы. Ну, у всех по-разному, конечно, у кого-то может она стоит 20 долларов, у кого-то 50, у кого-то и 100, поэтому вот так, а здесь нас консультируют и полностью рассказывают все абсолютно бесплатно. Что еще прикольно, что я в принципе это знала, но может быть если вдруг вы не знали, Штаты очень хорошо финансируют PHD, да, докторантуру, но мало кто идет на докторантуру. А еще прикольно, что, допустим, если вы что-то не знали, ну если вы вдруг этого не знали, то в Штатах на докторантуру берут без магистратуры, берут просто с бакалавриатом. То есть если у вас есть хороший английский, если у вас есть бакалавриат в степени, там, не знаю, юриспруденции или пусть будут психологии, и вы хотите поступить в Штаты, чтобы получать стипендию, то вы, так как магистратура меньше оплачивается, финансируется и государством, и вот этими научными организациями всякими, PHD и докторантура оплачивается и финансируется больше, поэтому лучше подавать на PHD и даже после бакалавриата. Там, естественно, нужно списываться с профессорами, у которых вы хотите обучаться, которые вы хотите видеть в качестве своего адвайзера. Там, конечно, нужно более кропотливо подойти к вопросу, но именно в Штаты вполне возможно поступить на докторантуру без магистратуры, но при этом вы на докторантуре в Штатах будете учиться, там, я не знаю, в районе 6, может быть, там, 5-6 лет, потому что первые 2 года у вас сначала будет магистратура, а потом будет докторантура, вот, имейте в виду. Но зато вполне реально получить финансирование, получать стипендию, иметь визу студенческую, там, на 5, ну, она дается на год и потом продлевается на тот срок, на который у вас идет докторантура. При этом вы можете отучиться 2 года и не продолжать учиться на докторантуру, просто забрать свою магистрскую работу, вы пишете магистрскую работу и просто получаете как бы диплом о том, что вы закончили магистратуру, вот, так тоже делают, кстати. Не знаю, насколько это корректно, этикетно, этично и экологично, но я слышала, что многие так делают. Вот, и что еще? Вроде бы это все, что я хотела сказать. Я надеюсь, это видео было полезным. Я много чего еще, конечно, не рассказала, таких подробностей, но я думаю, что если говорить про все в подробностях, то это займет, наверное, больше, чем, ну, очень много времени. Я надеюсь, видео было вам полезным. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. Подписывайтесь на Инстаграм. Инстаграм я оставляю в описании к этому видео. Также оставляю Инстаграм нашей школы, Alexa Lingua School, где мы обучаем английскому языку, готовим к Айлцу, к международным экзаменам, in general повышаем ваш уровень английского. Если вы давно собирались начать изучать английский язык, то пишите нам. Мы обучаем онлайн. И это очень удобно, на самом деле. Первый урок мы проводим бесплатно, для того, чтобы вы могли понять, увидеть, пощупать, так скажем, да, как это все у нас проходит. Я надеюсь, видео было интересным, полезным. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok